Итак, всем трем и доброго времени сутка, это канал. Эх, дебиты и ленивые. Если уж тебя каким-то чумом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, не пиши, чем в комментариях, на канал подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствовать тебе не сложно, неприятно, мне поддержка, а мне мотивация. В общем, вы поняли, а прикольно. Вот с такого ракурса оказалось, что здесь странный ананас лежит. Ну, короче, на ВН давно из него не садился, надо продолжать. В прошлый раз, как вы помните, у нас был замечательный, судьбоносный суд, в котором все решало исключительно ваше прокачка ваших статов. Ну, то есть дипломатия. А потом был не менее замечательный, честный поединок тира, да, ой, поединок, суд тира, да, суд тира, на котором все решало то, насколько хорошо ты пробафаешь своего боевого избранника за ночь до, собственно говоря, этого события. Ну, короче, ладно, сегодня все это. Было и было, было и прошло. Так, собственно, чем здесь появились-то? Дункан. Как хорошо, что суд прошел удачно. О, боги, я знал, что у тебя все получится, а я вот нет. А, все. Старожа в доках, как укус в масле. На улицах стало безопаснее. Уксус в масле. На улицах стало безопаснее, но покупателей меньше. Наверное, скоро даже Сэла придется уволить, только ты ему не говори. И все же хорошо, что ты Шантру спасла. Как ты? Моя племянница тебя не обижает? Э, а в глаз. Так, что делать-то? Как это? А мы, простите, на чем вообще остановились? Так. А, домик. Ага. Алданон. Ага. Хорошо. Калгар. Вот, Брэдбери. Ага, помню. Так, это у нас работа для этих каменщиков. Вспомнили. Так, Калгар. Ага. Мечта Калгара. Мечта. История солдата, который так и не двигается у нас. Ну-ка, Сэла, ты что скажешь? Дела тут все хуже и хуже. Думаю, он тоже мрачнее день ото дня. По-моему, он беспокоится о тебе, когда ты у него не на виду. Такой уставший. Может, это и странно, но чем больше в доках стражи, но тем меньше у нас посетителей. А порой дела совсем плохи бывают. Я бы не против свою собственную товарную открыть или на Дунка наработать. Только в другом месте. Ну, да он никуда отсюда не уедет. А, ладно, лучше пойду опять в стол и протру. Ты тут поосторожнее, тут он за тебя беспокоится. О, Кань. Так. Так. Ну, что, нам наружу? Пойдемте. Калгар. Колдономы. Так, надо набрать команду. Понять семью, кого брать. Ну, будем как обычно. Ёлки-палки, что там? Илани, Илеса, Калгар, Нишка и Кар. Вот наш состав. Хе-хе, мой любимый. А, все остальные идут нафиг. Сейчас, наверняка, кто-нибудь на нас нарвется. На выходе из таверна. Или нет. Ну, вообще-то история с Карой что-то подзастряла. Да, ладно. А, у всех новый уровень. А, ну, Калгар еще и покоцанный, да? Давайте, так, сделаем вот так вот. Так, собственно, что нам надо? Во-первых, давайте с инвентарем разберемся. Так, здесь понятно. Тебе что-то нужно? Мне? Нет. Следуйте за мной. Это что? А, кольцо командира. Так, кольцо командира. Помню, помню. Это ты. Ну-ка, отдай. Это мое. Эй! Ну, почему тут это... Так. Не работает. Так, дели скорость. Талант, пусть у нее лежит. Выпей ты, выпей ты. Болт с ним тоже, мне не было никакой проблем. Так. Я пойду вперед. Ты иди за мной. О, да. Холосов. Так, ну ладно, давайте качаться. Чего у нас там персонаж? Новый уровень. Так. Так, напомните-ка мне. Таинственный ученый киндалкип. Я уже забыл, зачем он мне нужен, этот киндалкип. Так. А, восьмой. А, все-все-все-все. Все-все-все, вспомнил. Тогда рекомендовано. Рекомендовано. Дипломатия у меня уже прокачена, так что... Не, не надо. Не надо на это тратить очки. Так, седьмой. Ага. Шестой, пятый. Угу. Нет уж, давайте-ка сами посмотрим. Так, великий теневой вызов. Уиз. Заклинать позволяет вам создать теневую версию одного из следующих заклинаний. Теньки, слотная стрела. Ага. Ну нет. Поддержание гуманоидов. Нафиг, дыхание сна. Один раунд. Уровень. Все враги по вашему поддействию. Ну нет. Изгнание. Уничтожь признанных существ. Понятно. Контролировать нет. Тоже ясно. Мантия заклинаний. На себя. Шесть секунд. Плюс уровень. Возвращение кустя. Барьер, поглощающий все вредные заклинания. Ага. Поглощает, но развеется. Мордекайна. Меч. Один раунд. Черный меч, который словно... То есть один раунд. А, один раунд плюс уровень. Ясно. Неуязвимость к энергии. Ух ты. Одна цель. Двадцать четыре часа. Эта заклинание делит существо полным иммунитетом к урону от одного из пяти типов энергии по выбору колдующего. Ага. Обескровливание. Так. Тренность маленькая. Одна цель мгновенна. Чтобы прозвать цель, заклинать все. Ну это понятно. Если она так и лучшем. В случае успеха цель получает магический урон в размере половины своих текущих хитпоинтов и грушается на один рот. Офига себе. То есть, потому что в броске по стойкости глушения не происходит. Существо обладает иммунитетом к заклинанию смерти. Ага. О, огненный шар с задержкой взрыва. Да-да-да, помню. Клевая тема. Кстати. Ну да. Тут же ничего не изменилось. Нет. Огненный шар с задержкой взрыва. Ну да, собственно. Его... Неудивительно, что его предлагает. Так, перст смерти. О, это я тоже помню. Надо сделать по стойкости или погибнуть. Получаю успешного спасборская цель. Все равно получает некоторый урон. Угу. Перст смерти, кстати, это тема. Это я помню. Ну, по крайней мере, тактинговый щит. Что это? 60 секунд плюс уровень. Выбрать под парком тень, который защищает вас и обеспечивает следующие эффекты. На себя. Природный бонус. Поглощение урона. Иммунитет. К эффектам гнайной смерти. Иммунитет заклинания в школу некромантии. Иммунитет к урону негативную. Блин. Хорошая вещь, слушайте. Хватающая рука Бигби. Колдущий создает гигантскую руку, которая атакует цель. Если удается попасть по цели, заклинание продолжит действовать. Рука пытается ухватить цель. Если же первый раз рука промахнулась, действие заклинания прекращается. Для того, чтобы определить, полняется бла-бла-бла. Если руке удается ухватить цель, противник удерживается на месте на один раунд, не получая каких-либо штрафов. Интерес, способность откровать? Ага. Не. Но тут либо огненный шар, либо перст смерти. Продолжительность. Шумагическая область, которая чувствительна к грозящим ним врагам. Преакцироваться не взрыва, а взрываться, нанося за каждый уровень колдующим вообще всем существам. Угу. Это не очень хорошо. Блин, вот это мне понравилось теневый щит. Штука полезная. Очень. Защитная такая. Либо перст смерти. Вопрос. Что лучше, защита или атака? Блин, почему щит? Это реально прикольно. Дайте-ка теневый щит возьмем. Да. Да. А что, статистика? А. Минутку. Ха-ха-ха. Ой. Будь дару. Спасибо, ладно. Поехали. Следующий. Тебе что-то нужно? Мне. Хе-хе. Прикольные этапчики такие выделяющиеся. Комендовано. Ну, не-не-не-не-не-не. Давай вот без этого. Так, никаких выстрелов, упор. Можете улучшенный могучий удар сделать? И. Либо один мороженый эзотическое пятиками. Улучшенный могучий удар лучше возьмем. Колгарчик. Айдонфистик. Даля. Даля. Ну что ты пристал ко мне с своим топором, а? Кстати, тебе же нужно ружбайку поменять, да? А, у тебя, собственно, особо и нету, да? Пойдем, отмена. Да, вот, давайте-ка это... Да. Вот так. Теперь. Это у нас топор. Рубящий большой двуручный топор. Поехали. Ага, спецвооружие. Одного бла-бла-бла. Чушь там дает-то. Лачно-ка. И даже получает бонус плюс два от урона. Угу. Угу. Так. Так. Так, так, так. Так. Ой, какая няша. Улучшенное уклонение. Уклоняться от магических и других необычных атак улучшаются. Ага, ясно. Так, боевый опыт, что я уже забыл. Боевый опыт. Персонаж, обладающий этим наукой, может доказать, эффективно защищаясь, получая бонус. Ага. Топку. Так. Быстрая перезарядка на фиг. Обезоружение, лучше парирование. А для стрельбы у нас ничего нету, а? Что, хочешь сказать, я всю стрельбу прокачал? Да ну хорош, угорать. Угораешь, что ли? Способности класса. Мастерские умения. Приправить к умению обезвредить ловушку взлом. Согнул так. Не может выбрать значений ниже пяти. Да ну, я и так, по-моему, не выбрасывает таких значений. Приспособленец. Скотский разум. Переназ проваливший по воле. А, прикольно. А, ну вот улучшенное уклонение. Вот, собственно, его и дали, да? Способность персонажу уклоняться от магических и других необычных атак улучшается. Кажется, когда персонаж успешно выполняет спасбросок по реакции против атаки, предполагающий получение половины урона в случае удачного спасброска по реакции, он не получает урона вообще. Угу. Хм, удобно. Тогда да. Берем. Ну и Кара. Я пойду вперед, а ты иди за мной. Цельс. Ну тут да, тут без вариантов. Хотя, она же нас огненный маг. Она у нас все, у нее сплошной огонь, огонь. Уж все-таки перст дать. Ближний, боюсь, что помыло. Да около. Не, пусть будет огненный шар. Да, пусть. Хрен с ним. Пусть будет огненный шар с задержкой взрыва. Так, шо у нас по деньгам? Ну что, посмотрите. Да. О да. Нищеброды. Эм, собственно. Собственно. Эм, где-то стражников стало больше. О, привет. Фиба. Фиба. Ммм. А ты кто вообще? Привет. Ты тоже в бегах? О как. Ммм, нет. Кто тебя преследует? Разве ты не слышал, что на юге творится? Нападение на Большом Тракте. Странные истории, что рассказывают про топи-мертенцов. И как это все это связано с тем, что ты уезжаешь из Новый Винтер? Все что угодно. Город притягивает неприятности. Что бы ни происходило, можно быть уверенным, что оно и сюда докатится. Ну, так что я в лантан. Слушай, а ты не хочешь купить у меня оружие или доспехи? Все, что подешевле, уже раскупили, но есть у меня. Но, если у тебя есть монеты, то я могу для тебя кое-что найти. Думаю, что ты продаешь. Хорошо. О, кстати, предупреждаю. Как только придет корабль, я уезжаю, так что он быстрее. Ну, товар назад я тоже не приму. Да посмотрим, у меня каждый день какие хрена, ну мало ли. Ого. Что за латная рукавица Большого Змея? Эти громоздкие рукавицы сделаны из плоти огромного змея, убитого много сезонов назад. Убийца известна лишь ее имя Red Shadow. Была ученицей дракона, и говорят, что она была ребенком убитого дракона. Их эпическое сражение гремело в небесах над горами драконьего пламени. Когда огромный змея упал на землю, то по ней пошла судорога. Red Shadow сделала эти могучие рукавицы и носила их до своей смерти, после которой они исчезли, ставь черной легендой, затеянной в старицах истории. Мозглотки плюс шесть. Ясно. О, шлемы! Ё-моё. Тридцать тысяч на херасе. Шлем паладина, а тут в чем прикол? Концентрация плюс один, ясно. Шлем великолепия. Такой шлем кажется наблюдателю вполне обычным, пока тот не раскроет его истинную природу. Шлем великолепия сделан из чистейшего серебра и полированной стали, украшен бриллиантами, рубинами, огненными и простыми опалами. Все камни зачарованы. Когда на шлем падает яркий свет, то лучи отражаются от его украшенных самоцветными шипов во все стороны. Драгоценные камни позволяют владельцу шлема творить различные мощные заклинания, однако каждое такое использование отнимает силу шлема. В дополнение к этим возможностям шлем может поглощать значительное количество повреждений от огня. Тот, кто носит этот шлем, также может сфокусировать испускаемый им свет, и в результате эффект будет подобен действительной непламенной плети. Етить. Несколько сохранившихся шлемов... Нет, я про количество текста, а не про плеть. Несколько сохранившихся шлемов великолепия оказались в руках великого жреца Латантра из ворот Балдура по имени Эргелеон. Он удалился шлем своим спутникам, чтобы тем победили орду нежди, которая вышла из троллей холмов на севере. Нежить так и не дошла до ворот Балдура. Тем не менее, ни об одном из этих искателей приключений больше никто не слышал. Так, вспышка, огненный шар... Ну, понятно. Не-не-не, это не то. Нафиг. Угу, оружие. Ой. Чё всё такое дорогое, блин, а? Планарная булава. Ядра сокрушения. Полезные вещи 0. Украшения 0. Пссс, сумки есть. Эх, сумок нету. Давай луки посмотрим. Длинноплечий лук. Для большинства обывателей пиратские острова Лантор всего лишь экзотическое место, которое породило немало легенд. В одной из них говорится об оружии, способном послать стрелу с одного острова на другой. Вероятнее всего имеется ввиду длинноплечий луки, распространенный в этом регионе. Бонус атаки, сила... Ааа, сила плюс два, фига себе. Да, это круто. Так, лезвие. Лук Таншерона. Ну-ка, ну-ка. Чё я смотрю луки? Ну, блин, вот они нишки. Плюсики. Плюсики дать. В 1099 году ученые попытались удостовериться в правдивости истории о Личетон-Широне и нашли лишь его разрушенную крепость и несколько старых костей. Судя по тому, что им удалось обнаружить, крепость была осуждена по крайней мере четырьмя отрядами искателей приключений и, в конце концов, взята штурмом. Вероятно, этот лук был одним из трофеев. Тонкая истершая сетева кажется ни на что не годной, но если ее натянуть, то становится видна невидимая стрела, лежащая на ней. Слушай, я по-моему это уже видел, да, где-то? Ага. Да-да-да, бесконечный запас стрел. Ух ты, свежеватель. Тоже лук, да? Это один из многих длинных луков, изготовленных полуэльфем ремесленником, чье имя затерялось в истории. Одно время несколько сотен таких луков было у рейнджеров, патрулировавших пустыню Анаурох, но большинство из них было уничтожено или утеряно. В нашей дне известно о существовании лишь несколько экземпляров, они очень высоко ценятся и редко попадают в свободную продажу. Бонусы, таки, плюс три мунтет. Ага. Ну так, ничего. Мунидет это всегда круто. О, стрелы окременения. Вау. Хуист. Пусть на себя испытают все свои штучки, говорил прославленный охотник на Василиска в Блини Краттер. Он использовал эти стрелы, чтобы замедлить или обездвижить опасных ящеров, а потом добивал их своим магическим боевым молотом. Доробилый. Блини был очень осторожным охотником, но его постигла нелепая кончина. Он случайно уколол палец кончиком одной из своих стрел. Впрочем, на него сейчас можно полюбоваться во внутреннем дворике поместье. Ого. Плоть в камень, седьмой уровень. Вау. Что ты делал, что ли, подарок нашей... Ту, сейчас! 3000 застрел. С ума сошли, что ли? Так. А это что? Ааа... Рубище. Слушайте, а есть какой-нибудь... Вот это, что это такое? Это посох, да? Во времена заката Империи, или фарм, нескольких эльфийских архимагов из Ордена Опавших Листьев решили объединить свои силы и вложить их в несколько таких посохов. Однако им так и не удалось выполнить задуманное. Орден был уничтожен орками, а все посохи, исключением одного, уничтожены. Тема. Ну, у меня денег нет. Так что... Спасибо, что уделила мне время. Да? Давай, кота. Да. Нормуль. Так, Фиба. Ну, пусть стоит. Она говорит, что уедет скоро. Ну, блин. Уедет, уедет. Давайте прогуляемся по докам. Может, что тут? Может, чего тут? Чего тут? Может быть? Может, что случится? Кстати, вот этот товарищ. Вот этот товарищ случайно торговать ничем не начал. Сударь Хагган. Ага. Пошел в жопу. Да и пошел я нахер на. Ну, ладно. Окай. Так, ну, собственно, сейчас единственный момент. Это, в общем-то, идти. Идти. Куда-то идти. Что скажешь, сержант городской стражи? Офига себе. Он со мной разговаривать не хочет. Может, все-таки надо было за преступников играть, а? Дверь. Таинственная дверь. Так, ну ладно, пойдемте, а что сейчас? А, подожди-ка. Где у нас там? Да поговорить с ним. Что тебе нужно, девочка? Так. В той карьере монаха? В чем дело? Ага. Что тебе нравится? Это бессмысленно. Игра слов. Возможно. Я ничего не... Че-то пока не получается. Ну ладно. Видимо, в процессе что-то выяснится. Так. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык. Ту-ту-ту-ту-ту. Пум-пум. Так, сюда нам не надо. А че, собственно, как торговцам суюсь? Так, пойдемте. К Алданону. Не Алданину, блин. Теперь явно не он. Так, что тут появилось? Дорфийские рычки были. Родник был. Форт Лока. Западная гавань. Хайклиф. Порт Ласт. Сумеречный лес. Эмбер. Так. Торговцы. Что у торговцев? У торговцев, у торговцев... Торговцев храмтира. Давайте-ка мы к ним заскочим. Что хоть посмотреть. Че они скажут. Скажут ли вообще хоть что-нибудь. Торговцы. Торговцы. Да, только... А, ну, кстати, еще можно к стражникам заскочить. Кстати говоря, действительно. Узнать вообще, что они там скажут, не скажут. Ой, я... Сначала к страже. Самый великий стражник пришел на оруженосец. Победитель суда. Прочее, прочее, прочее. Лейтенант, я рада, что тебе удалось пройти испытание. А еще больше меня радует, что ты не попал в лапы усканца. И все? Понятно. Мишка, грабани-ка ее. Бякуйту. Че-то как-то быстро закончились задания, да, здесь, как по мне? Нищебродка. Ничего у нее нет. Ой. Ой. Кстати. Следуйте за мной. Да хорош, блин. Да? Меня на самом деле в этой игре, в Neverwinter, всегда поражал тем с ловкостью рук. Во многих таких играх. То есть ты прокачиваешь вора, но фактически кого-то обкрадывать толку нет никакого. Потому что в большинстве случаев тебе пишут, ааа, чувак, извини, у нее ничего нет, а у него ничего нет, и у нее ничего нет, и ни у кого ничего нет. А это что за местность? Эм, забыл. Что это? Не туда, стоям бы. Назад. Ааа, все-все-все, вспомнил. Вспомнил, 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 да-да-да. Мы там зачищали этих упырей вурдалаков. Ко мне упыри, ко мне вурдалаки. Так. Вообще, они нас зачищали, а не мы их. Хлэм, хаюшки. Добро пожаловать, я нужна... А, колгар прошел одно из испытаний. Неужели? Тогда пусть он говорит, и мы решим сами. Думаю, он прошел испытания покалеченных. Это правда, я встретил своих родичей у рудника старого фильма, понял, что значит оторваться от своих корней. Но мне удалось помириться с ними, помочь им и забыть старые обиды. Я слышу это в твоем голосе, ты прошел испытания покалеченных. Поздравляю, это было непростое испытание. Ты не прошел испытания, колгар, но возможно... Ага, колгар прошел еще одно испытание. Неужели? Когда меня судили и признали невиновной, колгар узнал, что такое правосудие. Когда я услышал обвинение лусканского посланника, честно сказать, у меня в глазах потемнело. Это было нечестно, это была наглая, одна ложь. Из-за нее мы бы все погибли, и даже не в честном бою. Я... Напомню, судтира, да? Честный бой, нечестный. Да-да-да, там был очень честный бой. Я понял, что я ничего не могу сделать, чтобы восстановить его репутацию. Потому что это было бы правильным решением. Есть сражения, которые выбираешь ты, и есть те, которые выбирают тебя. И когда ты сражаешься не только за свою честь, ты становишься сильнее своих противников. И такая сила приходит в ходе испытания праведных. Так. О, еще одно испытание, да? Ничего, я ухожу. Ага. То есть два испытания из трех мы как-то потихоньку-потихоньку выполнили, да? Угу. Ну да. Испытания беспристрастных. Ага. Влияние на колгара. Ну окей. Надо как-то его прокачивать. Так. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Во-первых, книг заклинаний. Забыл совсем. Теневой щит. Так, теневой щит мы ставим сюда. Потому что это защита. Вот. А вот усиленные, кстати, да-да-да, у нас же усиленные заклинания еще есть. Всякие разные. Которые, кстати, поставил, не поставил куда-нибудь? А, вот они, да? Нет, подожди, это малая буря. И это малая буря. Секундочку. А эти я что даже... Вот она. А, а большую? Почему я ее и не взял? Угу. Диссонансный есть. Бэй. Гэй. А почему я про эту забыл совсем? Хех. Вылетел с башки. Так, ледяная тоже надо поставить. Пусть тут будет. Так, и седьмое, соответственно. Головешки. Диссонансный шандарах. Друговую разведку. Все. Вот так. Кару... Да, кара сама справится. Так, теперь с вами, супер, ушастый. Добро пожаловать, я могу тебе помочь. Ну, покупки. Забыл. Концентрация интелли... А, все-все-все-все. Посох идет лесом. Так, тут всякие зелки не нужны. Ну, а что я за... Ну, че ты сюда опять залез, блин? Денег нет. А я все что-то пытаюсь. Ладно. Короче, ладно. Два испытания колгара завершили. Это хорошо. Подожди-ка, а... Что тебе нужно, девочка? Как тебе... Скажи мне о себе. Ну, я могу... Ну, а скорее... А так же я занимался своим ревеслом. Чемочи люди. Я знаю, что они не хотели драться. Люблю драться. То-то в каждой таверне есть... Ну, даже не знаю. Ну, да. Если честно, то я рад, что... Понимаешь? Но был один случай... Таверни неподалеку. Я думал, что выбираю драку, а оказалось, что драка выбрала меня. Тебнорция жизни. Ну, это была не очень... Понимаешь? Однажды в таверне началось одно из наших... А, ну, это я читал, да? В общем, вот я и спросил. Ну, возможно, я слегка сначала... Так вот. Так что, как похоже... Каково? Господа, как бы ты... Именно тогда я понял, что всю свою жизнь мечтал... А? Ну, конечно, насколько я мог понять, когда в моей голове... Ты говоришь об ударе головой в лице... А, водка! Значит, ты мало разбираешься в этом. Ты не виду их в деле. Ладно, тогда спрашивай. Так... А, сейчас минуту, народ. Играем ли мы сегодня в Майнкрафт? Почему бы, собственно, и нет, а? Да. Так... Ну, я могу многое рассказать. Но, скорее всего, я не виню тебя. Ты спрашивай. А также я занимался своим ремеслом в тавернах. Ладно, тогда спрашивай. Так. Вот, она в спутниках. Ага, кто, например? Вот, вот. Похоже, что лучше относиться к книжке даже к Элайне, до некоторой степени. Ну, эта девушка одна из рыжих эльфов. Лесных эльфов. Они гораздо приятнее, чем остальные эльфы. Но всё же это эльфы. Правда, на севере они бились плечом к плечу с дворфами. Так что я не брошу её, если что. Правда, ей не мешало причесаться. Да и нарастить много мяса на костях. А то можно подумать, что она хотела стать танцовщицей в таверне. Меня тошнит от одной этой мысли. Может, это звучит глупо, но, возможно, таким образом ты прошёл испытания беспристрастных. А? Это неплохая идея. Блин, класс. Чё-то я... Ну, правда, скорее всего... Да, господин, шо-то пристало. Ой, ладно. Так. Калгар прошёл. Судить других? По их делам. Ну да, раньше я был готов судить других, основываясь лишь на слухах. Ну, а про пространство с самым гнусным, мерзким, вонючим и стифлингов, и с эльфами, поклоняющимися деревьями, я понял, что кое-кто из них, в общем, ничего. Так что, кто знает. Может, надо узнать их поближе. Может, не стоит поспешно судить и сваливать в одну кучу всех этих никчёмных бездельников. Ну что ж, мы рады, что теперь ты видишь мир в таком свете. Ты прошёл испытания беспристрастных. Ты прошёл все испытания, Калгар, с клан Айронфист. Если ты всё ещё хочешь идти по пути праведных и узнать, как и за что мы сражаемся, наш дверь открытый для тебя. Чё ж ты хочешь, Калгар? Лень, успех. Я готов, как никогда. О, круто. Ну что ж, пойдём. Я помогу тебе сделать. В смысле? Куда? Куда пойдём? Я тебе пойду! Хм, ну ладно, пошли. Что случилось? Ну, на самом деле ничего не произошло. Он задал мне несколько вопросов, а затем он слушал, он даже не кивал. Он даже не попросил меня надеть робу, просто сказал, что я сам пойму, как идти по моему пути. Звучит загадочно. Он сказал, что путешествие монаха – это такой путь, на котором ты изучаешь себя, окружающий мир, и совершенствуешься. Он сказал, что если я буду упорствовать в этом, то пойму, что мне не нужно сражаться с врагами, чтобы побеждать их. Мне просто нужно ждать и изучать своих врагов. Тогда я держу победу ещё до того, как они нападут на меня. Я был немного разочарован этим, я ведь надеялся нанести парочку ударов, но думаю, я понял, что он имел в виду. Думаю, в этом нет ничего сложного. Самой большой проблемой были догматы тира, я чуть не помер, пока выручил их. Я всё думал, что будет, какая-нибудь церемония или обряд, но хлам, что в храме у них ничего такого нет, а монаху нет надобности подобной демонстрации. Как-нибудь я погуляю с ним по городу, проведу его по тавернам, посмотрим, изменит ли он своё мнение, а может даже расколосят пар черепов для смеха. В любом случае, с этим покончено. Пойдём, зададим жар лусканцам или ещё кому-нибудь. Чё, вот так вот? О! Ага. В смысле? Шо? А, то есть, он теперь монах. Ай, так я ему заменил класс, что ли? Японский бог! Да хера! Нет, я думал ему дополнительный дадут. Ну, в смысле, ещё один, мультиклассовый. Етить, вот это подстава. Да вы прикалываетесь, что ли? Ааа, как всё плохо. Аааа... Аааа... В смысле, он не может быть? Да, да. Аааа... 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 Ааа...